В эфире Панорама. Здравствуйте. О главных событиях в регионе в изложении журналистов телекомпании Юнион в самое ближайшее время. И сегодня в выпуске. Смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Дарья Захарова 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 Там нашли подходящее место и подготовили проект. Осталось отыскать деньги на возведение. Как будет выглядеть новая спортплощадка, знают наши корреспонденты. Виктория и Артем экстремальными видами спорта увлекаются несколько лет. Говорят, только среди их знакомых десятки роллеров и скейтбордистов. Для комфортной езды им нужны дорожки со специальным покрытием. Таких в городе нет. У нас только есть парк, в котором есть площадка, вокруг которой можно покататься. И все, можно сказать. Ну и еще дорога, которая сделана возле кафе в парке. Это очень интересно. Ты учишься чему-то новому. Ты не сидишь дома в компьютере, как это делают многие. Хотел бы я увидеть, конечно, сначала яму, чтобы можно было посъезжать, попрыгать. Ну и прежде всего хорошую дорогу, чтобы нормально тоже можно было покататься отдельно от ямы. В основном заливают с бетоном вместе. Ну, чтобы оно было очень гладкое и не ломалось. Это сквер по улице Малиновского. Он находится в центре Червоногвардейского района. Скейт-парк планируют разместить на этом месте. Территория будущей площадки равняется половине футбольного поля. Там можно будет кататься на скейтбордах, роликовых коньках и велосипедах, говорит автор проекта. Скейт-парк будет представлять собой дорожку со специальным покрытием для скейтов и роликов. На отдельных участках будут установлены препятствия для выполнения трюков скейтеров. И общая протяженность трассы где-то планируется 4 километра. Такого у нас и в области нет, и на Украине их очень мало. И основное достоинство этого проекта, что предполагается разместить вот этот объект, эту трассу в балке. То есть максимально использован существующий рельеф, что в общем-то поможет уменьшить расходы. Стоимость экстрим-парка около миллиона двухсот тысяч гривен. Таких денег в городской казне нет, поэтому в районной администрации надеются на помощь государства. Проект направят на всеукраинский конкурс. В случае победы 80% оплатят из госбюджета, отмечает Анна Минникаева. В первую очередь будет смотреться на нестандартность данного проекта. То есть есть ли такие проекты на территории Украины или нет. Насколько легко воплотить в жизнь эту идею, насколько будут задействованы местные жители, насколько эта идея интересна для молодежи. При условии выигрыша 960 тысяч будет оплачено с государственного бюджета и в качестве партнера будет выступать Макеевский городской совет и оставшуюся сумму доплатит он. Судьба Макеевского скейт-парка решится летом 2014 года. Тогда подведут итоги общенационального конкурса. Если проект победит, площадку начнут строить, как только появятся деньги. Александр Блиников, Роман Громняк, Андрей Горячев, Панорама. Юные теннисисты из Украины, Молдовы и России съехались в Красноармейск. Здесь стартовал международный турнир по настольному теннису. Он посвящен памяти героя Советского Союза Василия Шибанкова. Соревнования проводят 39 раз. В нынешнем году в играх участвуют более 100 человек. Бороться за звания лучших они будут до 13 января. Часто приезжаем сюда. Нам очень нравится участвовать в международных соревнованиях на территории Украины. Это очень удобный, практичный вид спорта. Приехал из Днепропетровска. Принимаю участие с удовольствием. Уже много раз здесь был. В прошлом году выиграл. Раньше к нам приезжали Армения, Грузия, Белоруссия, Польша, Чехия. В этом году не получилось. Но большое количество участников. 107 участников. Это традиционно 17 регионов Украины. Здесь детки выступают, набирают очки и получают дальше зачет. Выступают дальше на Украине. Вместо дороги, болота, жители одной из улиц Красноармейска жалуются на работу коммунальщиков. Те, отремонтировав трубы, яму за собой не закопали и асфальт не положили. Теперь, чтобы добраться до собственных домов, людям приходится преодолевать несколько сот метров грязи. Продолжение темы в следующем сюжете. Вот так уже несколько месяцев выглядит улица 8 марта. Сотни жителей ближайших домов вынуждены ходить по щиколотку в грязи. Приходится обходить дороги, где грязь, невозможно пройти. Приходится одевать кирзовые сапоги. И чуть не уплавать. По этой дороге местные жители идут к остановке, дети в школу. Из-за грязи постоянно спотыкаются. Жители говорят, не раз обращались с жалобами к местным властям. Чиновники же уверяют, никаких заявлений не получали. А работу коммунальщиков контролируют. Указываются сроки, в течение каких они должны выполнить благоустройство после себя. То есть, если это плитка, восстановить плитку. Если это асфальтовое покрытие асфальтовое. Если это чернозем или зеленое покрытие, восстановить. Есть сроки определенные, но в зависимости от погодных условий. Когда дорогу приведут в порядок, ни в мэрии, ни в коммунальных службах точных сроков не называют. Ямы начнут закапывать с наступлением тепла. Екатерина Пороханяк, Панорама. Десять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых. Столько медалей с двух турниров привезли красноармейские спортсмены. Они участвовали в областных соревнованиях по боевому самбо и рукопашному бою. Самбисты за победу боролись в Торезе. Конкуренцию им составили спортсмены из семи городов области. Чемпионат по рукопашному бою проходил в Славянске. Здесь на татаме вышли участники из семи городов региона. Теперь победители и призеры из Красноармейска готовятся пройти отбор на чемпионат Украины. Мне попали сильные соперники, поэтому бои были очень зрелищные, интересные. И за счет упорства я победил во всех боях. Подготовка была очень долгая. Я год тренировался, прежде чем поехать на соревнования. Эти победы для меня очень важны, так как я завоевал впервые золото. Самый большой символ года Украины живет в Донецке. Коня редкой породы зовут Таурус. Его рост в холке почти 2 метра. В угольную столицу жеребца привезли из Германии. Коня великана видела Дарья Захарова. Таурусу всего 2,5 года, а он уже претендует на звание самой большой лошади в Украине. Сейчас его рост составляет 1,86 метра. Весит жеребенок примерно 900 килограммов. В сравнении вес обычной лошади почти в два раза меньше. Своими размерами Таурус обязан редкой породе Шаер. Ее вывели в Нидерландах. Уникальность этой породы заключается в том, что она имеет довольно крупные размеры. И несмотря на это, она имеет очень покладистый, ласковый, добрый характер. Это лошади очень уравновешенные, добрые, дружелюбные, которые идут легко на контакт с человеком. И порода эта была выведена для работы с человеком. Чтобы работать непосредственно, перевозить тяжести. Расти Туся, как его называют в конюшне, будет еще несколько лет. Лошади такой породы могут достигать в колке 2 метров 18 сантиметров. Но уже сейчас жеребец удивляет наездников своими размерами. Таурус, Таурус, хороший мальчик. Когда я его в первый раз увидела, я, конечно, была очень шокирована, потому что такого коня я раньше никогда не видела. Впечатлил своими огромными размерами, своей добродушностью. Когда он бегает на манеже, там его работают. Можно, конечно, подойти там, погладить его, дать вкусненькое. Он очень любит яблоки, морковку. Но самое большое предпочтение, он отдает сахар, бублики. Съедает Таурус не больше, чем обычные лошади. В его рационе овес, месли, сено, яблоки и морковь. В особом уходе эта порода не нуждается, рассказали в конюшне. Достаточно чистки щеткой. Обычно лошадей начинают тренировать с трех лет, но Туся приступил к занятиям раньше. Он более развит, крупный, поэтому его чуть-чуть раньше начали заезжать. Это в два года. Вот сейчас ему два с половиной года, и, в принципе, это как восьмилетний мальчик. Сейчас он пока ничего не умеет, кроме того, как он ходит под седлом, под всадником. Ну и учится элементарным упражнениям. Это просто управление, остановки, повороты направо-налево. То есть это как математика, только второй класс. Это выставочная порода. Стоит такой конь 15-20 тысяч евро. В Украине их всего три, говорят в конном клубе. Дарья Захарова, Лина Калмыкова, Панорама. И таким этот день увидели журналисты нашей информационной службы. Смотрите новости, будьте в курсе всех событий. Я же с вами прощаюсь, всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова